Парламентарии региона совместно с представителями Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, главного распорядителя бюджетных средств по строительству окружных дорог, Центр стройзаказчика, представители городских властей и подведомственных и муниципальных предприятий, окружную госавтоинспекцию и прокуратуру округа совершили рабочую поездку по объектам дорожного хозяйства в окружной столице. В центре внимания организация дорожного движения на перекрестках улиц Ваучейского и Полярного, Хатанзейского и Пырерка, а также перекресток с Т-образным движением. Ирина Никешина с подробностями. Первый объект наш – это перекресток улицы Ваучейского и улицы Полярного. Этот светофорный объект был сделан по поручению комиссии по безопасности дорожного движения. Зачем он нужен был? Значит, ГИБДД вышла с предложением о том, что такой объект установить. Вышла она на комиссии, и комиссия дала поручение. Соответственно, комиссионное поручение нужно исполнять. В свою очередь, представитель окружной госавтоинспекции Олег Абрезам пояснил мотив принятия такого решения. Этот светофорный объект планировался для оптимизации пропускного режима на данном участке автомобильных дорог. С учётом того, что улица Полярная у нас была продолжена, её строительство до улицы Рыбников. Поэтому интенсивность движения увеличилась в этом районе при проезде от улицы Первомайской в Кармановку. Необходимость установки светофора, который бы регулировал дорожное движение на данном перекрёстке, вызвала неоднозначное мнение участников выездного совещания. По мнению большинства, в столице округа слишком много светофоров, из-за чего образуются пробки. И чаще всего они возникают в районе нового Т-образного перекрёстка. Здесь соединяются дороги, принадлежащие трем собственникам. В настоящее время ширина дорожного полотна и неработающая дополнительная секция светофора со стороны моста не позволяют автомобилям разъезжаться. В результате в общей колонии стоят и те, кто едет прямо, и те, кто поворачивает направо. Аналогичная пробка образуется и со стороны Первомайской. По итогам поездки мы пришли к тому решению, что перекрёсток улицы Ленина и улица Первомайская. Мы рассмотрим вопрос по устройству дополнительных съездов при повороте на улицу Первомайская при съезде с моста и также при повороте на улицу Ленина при съезде с Первомайской. То есть этот вопрос мы рассмотрим в течение 2020 года, обговорим с собственниками данных автомобильных участков, это ФКУ Породор Прикамия и администрация города. Ещё одна особенность, на которую обращают внимание и водители, и пешеходы – увеличение количества ограждений. Они установлены для разграничения дорожного полотна и тротуаров в целях безопасности пешеходов. Это, безусловно, плюс, но минус для большинства водителей, которые из-за высоты этих самых ограждений не всегда могут заметить пешеходов возле перекрёстка. Кроме того, выезжая со двора, заборы закрывают водителю обзор, что может привести к ДТП. Устройство ограждения регламентировано ГОСТом. Этот ГОСТ, он один для всех, и его исполнение обязательно. На что особый упор делает ГИБДД при осуществлении контрольных своих мероприятий. Если они должны быть, значит, мы их будем устраивать. Иначе идут штрафные санкции в адрес предприятий, которые содержат автомобильные дороги. Но, тем не менее, мы и понимаем чаяние граждан о том, что действительно, наш город на сегодняшний день весь заполонён этими барьерными ограждениями. Отмечу, что инициатором выездной встречи с представителями профильных ведомств выступило окружное собрание депутатов. Как отметил виза-спикер регионального парламента Максим Арбузов, по итогам поездки были достигнуты определенные договорённости. Чем чаще мы собираемся и поднимаем эти вопросы, не просто в кругу депутатов, или не только в администрации. Когда мы собираемся все вместе, исполнительная власть, законодательная власть и надзорные органы, то это даст результат рано или поздно. В данном случае, я думаю, это будет скорее рано, чем поздно, потому что, например, уже три института договорились о совместной работе в том, чтобы улучшить положение на перекрёстке возле Первомайской и Ленина. И город неофициально подтвердил в неформальном общении и департамент, и ГИБДД, что готовы вместе над этим поработать. Более того, даже наше УИЗО Анастасия Владимировна Голговская тоже подтвердила своё положительное отношение к решению этого вопроса. Также договорились о рабочем сотрудничестве департамента строительства в области строительства, разработки, обустройства дорог и ГИБДД, чтобы ГИБДД в этом случае выступало как рекомендательный консультативный орган, который бы отсматривал проекты и подсказывал, где узкие места.